В сегодняшнем ролике речь пойдет о приготовлении вина с остаточным сахаром. Получится это полусухой или полусладкой, мы в дальнейшем посмотрим, но сегодня будет не теория, а конкретно наши практические наработки. Я вам расскажу все тонкости и нюансы приготовления вина с остаточным сахаром в домашних условиях. Ну и я думаю, что не стоит пояснять, что процесс виноделия долгий. Сегодня первый этап, я вам рассказываю, ну а дальше тоже буду показывать, что с этим вином будет происходить. Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и виноделка призвания. С нами все это понятно и доступно. Для начала я хочу вам напомнить, что правильная технология, лучшая технология приготовления сладких вин, это никак не добавление сахара. Это приготовление вина с остаточным сахаром. То есть наша задача сохранить тот сахар, который есть в виноградной ягодке. И сделать это можно двумя путями. Первое, это использовать сырье с большим количеством сахара. Вторая технология, это спиртование. Я честно скажу, что я спирт не очень люблю, я его очень чувствую в мире. Мы для себя выбрали вариант максимально сладкой ягоды. Кстати, этот сезон как раз таки позволил максимально накопить сахар в ягоде. И в некоторых сортах его даже слишком много, честно говоря, для приготовления сухого вина. Там будет слишком высокий алкоголь. Для нас это не очень хорошо. Значит, мало того, что мы выбрали наиболее сладкие сорта, второй критерий это были мускатные сорта. Дело в том, что мускатные сорта винограда не любят выбраживание насухо. Мускатный аромат нуждается в легком оставлении этого самого сахара, тогда вино получится наиболее ароматным. Поэтому мы выбрали для себя все синие мускаты. Уровень сахара у них разный. От 26 до примерно 22. И понятно, что при смешении мы получим некую среднюю цифру. В общем-то, нам может быть достаточно и 22-24% сахара. Я выпускала отдельный ролик, где рассказывала все вот эти расчеты. Под этим видео в описании, нажмите кнопочку «Еще», там будет ссылка. Я сегодня на этом не останавливаюсь. То есть даже на 24 можно работать. Ну, мы решили уже, как говорится, концентрировать так концентрировать. Сахар так сахар. И поэтому всю вот эту виноградную братью мускатную мы поставили на печь. Я вам сейчас это покажу. Вот вышла на улицу, потому что там спит малышка, не будем шуметь. Значит, смотрите, в той ягоде, которую я брала при вас, сахар 28. В соседней 30. В какой-то другой еще более заизюмленной 35. Очень большой разброс по сахару. Моя цель была 30. Ну, так в среднем. Опять же, разная ягода будет по-разному увяливаться. Сахар будет разный. Тем более, что вот галант мы снимали, там 26 был начальный. Ну, вот опять же, где-то стал 28, где-то 30, где-то 35. Другие ягоды, которые мы снимали, там 22 сахара. Как она будет увяливаться, да, и насколько там сахар придет. Опять же, мы понимаем, что в разных гроздях тоже сахар разный. Поэтому моя задача была примерно вот получить цифру 30, среднюю, да, и уже с этим работать. Потому что после того, как мы подробим, уже назад мы не увялим. Ну, в любом случае, сейчас у нас сахар уже достаточно большой, и с этим сахаром можно работать. Также я уже говорила, что у галанта была цель не только сконцентрировать сахар, но еще был такой неприятный вкус в кожице. Значит, этот неприятный вкус ушел, и в кожице появились новые ароматические нотки. У мускатов такое бывает какой-то то ли цитрус, то ли леденцы, что-то такое еще очень яркое. Вот кожицу, когда разжевываешь до конца, прям очень-очень ярко, то есть должно получиться интересно. Напоминаю, там синие мускаты, еще туда пойдет каберне кортис. Вот про кортис сейчас тоже расскажу отдельно. Опять же, слишком высокий сахар. Ну, смотрели, думали, может куда-то еще его добавить, там, где сахара маловато. Но у всех сахара более чем достаточно для наших целей, для того стиля вина, который мы любим. Там сахар очень высокий, но у кортиса, к сожалению, остался неприятный посленовый привкус. Да, может, можно было бы держать еще на кустах, но, опять же, погода, да, там где-то дожди, где-то еще что-то. Ну, и потом с одним этим кортисом возиться как бы не совсем удобно, поэтому мы его срезали. И кортис тоже отправился на печь, потому что температура, кроме сахара, накопления, они еще способствуют, ну, скажем так, фенольному дозреванию. Когда вот эта вот трава может уходить, ну, и ароматические вещества приходить, да, будем говорить простыми словами. Но кортис вообще очень так сильно подвялился, не совсем, конечно, изюм, но сильно подвялился, сильно сморщилась кожица, тем не менее послен не совсем ушел. Поэтому было принято решение кортис подробить, да, вот, позавчера мы его подробили, запустили туда дрожжи, я сейчас все это покажу, и оставили в холодном месте. Чтобы было холодное брожение, в принципе, нам брожение нужно для чего? Только для того, чтобы он отдал хорошо сок, потому что ягода увяленая, да, я напоминаю. Поэтому запустили брожение, вот сегодня я его перенесла в теплое место, и сегодня мы его отпрессуем. Потому что нам вот это вот посленовые ноты не нужны, нам нужно просто сахарное сусло. А уже все остальное у нас будет бродить на мизге долго, потому что там сама ароматика. Мы хотим такое плотное, насыщенное сладкое вино. Вот, смотрите, вот он, наш заиземленный кортис. Сейчас вот потихонечку тут процесс брожения начинается, да, вот эти пузырьки на стеночках, они есть. Да, мы все это тщательно перемешиваем. Ну, где-то гребни попали, мы дробилкой теперь дробим. Вот, ну все, сегодня будем это отжимать, потому что нам вот эти травяные ноты не нужны. Если бы этой травы не было, если бы послены этого не было, то можно было бы держать на мизге долго. А так вот получается, что не очень хорошо. И смотрите, еще в принципе, в принципе, вот в такое сусло можно добавить фермент, чтобы лучше была сокоотдача. Потому что, опять же, сусло сладкое стояло на холоде, чтобы у нас вот это вот танины грубые не переходили в сусло, да. И поэтому брожение у нас слабенькое, мало того, что сахар, так еще и холодно. Ну, вот пару часов назад я принесла в тепло, мы увидим, что процесс тут такой не очень бурный. И сокоотдача так себе. То есть вот в данном случае, в принципе, можно добавить вернуть. Мы, наверное, не будем этого делать уже. Не столько тут портится, как отожмем, так отожмем. Будет нормально. И вот здесь еще один важный нюанс. Когда мы кортиш подробили у вяленой, замерили сахар в сусле, он был 28. Даже 27,5. Сразу вопрос. Так в ягоде же был почти что такой же. Что нам дало у вяленой? Смотрите, дробит дробилка. Вот если бы мы чем-то там сильно-сильно подробили, да, каким-нибудь сусловным блендером погруженным, мы бы раздробили всю ягоду. И сахар бы освободился лучше. А так получается, что больше сока дала какая ягода менее увяленая, в которой сахара меньше. Даже вот на следующий вечер мы подробили, да, на следующий день я пришла, там, эту ягодку еще пожмякала, замерила сахар 28, он вырос, нет, просто стало больше отдаваться сахару вот ягодкой, которая была более увяленая. Поэтому, когда мы подробим наше такое полузаизюмленное сусло, вернее, полузаизюмленную ягоду, то замеры будут неточными. В реальности сахар будет выше, потому что больше сока даст та ягода, в которой сахара меньше, да, и в которой больше пока что еще жидкости. Вот этот момент надо понимать, да, именно поэтому я вот, ну, стараюсь прийти к какой-то средней цифре ягоди 30, так вот примерно, понимая, что при всех смешениях, там, при всех-всех-всех манипуляциях, чтобы мне выйти более менее на нормальные цифры. Ну, вот корти сейчас мы отпрессуем, можно, ну, если бы он был нормально созревший, мы бы его держали долго на мезге вместе со всеми, но, к сожалению, получилось так, как получилось. И еще туда пойдет фронтиньяк, который еще висит на кустах. Вот у фронтиньяка никакой травы посленов, ничего нет, там хороший сахар, ну, вот в ягодах 28-28,5, поэтому увяливать фронтиньяк просто нет смысла, там и так все хорошо. Вот он висит на кустах и ждет, как только мы основную партию подробим, да, то фронтиньяк подробим вместе с ними. Итого у нас получится вот такое высокосахаристое сусло, которое мы запустим на брожение. Настало время, скажем так, основного отробления. Смотрите, это галант. Неделю он у нас лежал на печке. Видим вот такое вот уже заметное увяливание, как я уже говорила, цели, которые мы хотели, мы добились. Травянистый привкус ушел, появились в курице приятные такие ароматные тона. Сахар, ну, в разных ягодах по-разному, но 30 и выше. 30-35, то есть вообще, ну, можно сказать, передержали. Ну, поскольку у нас есть другая партия винограда, там мускат манзоний, леводейский, черный, альминский, мы их ставили на печь позже. Соответственно, они будут менее увяленые, сахара там будет меньше, поэтому в среднем мы получим примерно ту цифру, которую мы хотели. Также показываю вот это каберной кортиз. Я вам говорила, что там сахар был выше 28. И вот Аджалии прекрасно бродит, а в этом помещении у нас градусов 18. Тоже специально оставили их в более теплом помещении. Вообще, в идеале сладкие вина должны бродить медленно, в холоде, ну, в относительном холоде. Вообще мускаты до 20 градусов сбраживают. Кортиз у нас не мускат, но он пойдет в общую кучу к сладким винам. Так вот, ввиду того, что у нас что-то будет заизюмленное, опять же, наша позиция, да, мы так решили, что нужно запустить брожение пораньше, чтобы оно работало, чтобы сусло не стояло долго, не забраживало. Само ввиду того, что мы там ничем его не защищаем. Поэтому, вот, видите, кортиз у нас вот так вот активненько бродит, да, и мы его как закваску добавим к основной массе. Вот наш подробленный галант, а здесь у нас получилось 31,2 сахар и 3,3 PH. Идеальный параметр, просто супер. Остальную ягоду поодиночке мы уже мерить не будем, померяем все вместе. Вот уже, смотрите, вот здесь она больше увялилась, да, это у нас альминский, наверное, я подписывала, а нет, вот, вот там альминский, вот там альминский. Большее наполнение ящика, да, и ягода менее увяленая, а здесь, значит, леводейский черный, и здесь ягода более увяленая. Уже все вместе их смешаем, посмотрим общий параметр. Дробили остальную партию, в остальной у нас получилось с сахаром 24. Но на самом деле, я думаю, что, конечно же, чуть больше. Опять же, почему? Потому что больше всего сока дала какая ягода? Да, та, которая меньше всего подверглась вяле, в нее меньше всего подверглась нагреванию. А та, которая у нас такая совсем вяленькая, да, то она еще не успела сока дать, поэтому мы это понимаем. В принципе, параметры нормальные. Сейчас все смешаем, тоже замерим, еще пару дней посмотрим, потому что брожение будет идти медленно, дрожжи и сахар будут есть медленно. Так что мы можем, сможем немножко последить за колебаниями этого самого сахара, да. Может, увидим эту экстракцию. Ну, это я так предполагаю. И ПАЖ у нас 3,3, это, в общем-то, очень хороший ПАЖ. Получается, ну, даже он мелькает на 3,2, шикарно, вообще шикарно. А в галанте 3,3, здесь 3,2, то есть в среднем где-то плюс-минус 3,25 идеально. Что? Чуть-чуть же мельчится. В процессе брожения так очень хорошие параметры. То есть мы и сахар накопили, и кислоту сохранили, что важно. Особенно для сладких лиц, потому что избыток сахара при минимуме кислоты будет ощущаться очень неприятно. И так все смешали. Вообще параметры у нас получились 26 по сахару и 3,2 ПАЖ. Отличный параметр. В принципе, нам этого более чем хватит. И сейчас сюда добавляем каберной кортис. Он даст нам лишнюю влагу, да, и он запустен в брожение. И выставляем все это в прохладную, неотапливаемую веранду. Там сейчас градусов 10. Вот при 10 градусах оно у нас будет медленно бродить. Ну и на всякий случай еще замерим с вами сахар. Завтра посмотрим, вот как он. Он вполне может увеличиться. Я по кортису это наблюдала за счет того, что начнет давать сок ягода, которая была более заиземленная. Прошло меньше суток. И смотрим, как поживает наша сусла. Смотрите, шапка шикарная. Да, брожение шикарное. Напомню, 26 брикс. И все у нас шикарно бродит. Смотрите, даже слишком сильно, чем нам нужно. Потому что мы помним, что сладкое сусло, мускатное должно бродить не просто медленно, а очень медленно. Ну, здесь у нас где-то градусов 8, может быть 10. Максимум на улице сейчас 8. Помещение неотапливаемое. Значит, будет не выше 10. Вот так вот все это бродит. Опять же, смотрите, оно не густое. Да, ягода у нас была и заиземленная. А сусло у нас не густое. Запах обалденный. Мускаты пахнут просто нереально. Все перемешали. Значит, сколько держать на мезге? Здесь, как говорится, хозяин-барин. Ягода у нас полностью вызревшая. Вот я про Каберне рассказывала, да, почему мы раньше сняли с мезги. Если бы оно было нормально созревшее, мы бы тоже держали долго. Но поскольку там были травянистые тона, значит, держали немножко. А все остальное у нас полностью вызревшее. Никаких посторонних вкусов там нет. Поэтому можем держать долго, чтобы максимально насытить. И сделать оно, опять же, гармоничным. Потому что если оно будет, например, сладкое и крепкое, то хорошо, чтобы оно еще было плотное и насыщенное. Иначе это будет, ну, просто сладкое и крепкое, да. То есть это важно. И еще маленькая ремарка. Сейчас я замеряю сахар. И сейчас сахар 25. Напомню, что вчера он был 26. Так вот, согнала 26. Показывает рефрактометр. Не могу настроить на камеру, поэтому не показываю. И это при бродящем. То есть 28 мы смело можем принимать в расчет. Потому что, опять же, видите, да, брожение идет. И шапка была еще вчера вечером. Ну, вот наша последняя партия. Францинляк, видите, тут немного получилось. Я не все до конца, я бы, додушила. Но получилось немного. Сейчас это тоже внесем в общее существо. И здесь сахар 27 вышел. Общий после дождя. Ну, вот уже после добавления. Все хорошенько перемешала. Ну, сколько тут было францинляка, на самом деле, было. Все перемешала, перемерила. Сейчас сахар 25,5. Ну, как я говорила, общее изначально переменое. Где-то 27-28. Ну, сейчас будем следить, как оно будет бродить. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда. Наши контакты. Ссылка на другие полезные видео. И напоминаю, продолжение следует.